Здравствуйте, мои подписчики и зрители моего канала! Сегодня, в продолжении кулинарного блога нашего, хочу вам показать, как приготовить мясо дома с ананасами. Значит, для этого сначала берем мясо, свинину, вот, как вы ее видите, нарезаем ее, и мясо берем, главное, без прожилок, хорошего качества, без костей, без ничего. Нарезаем мясо, берем маслечко, смазываем низ чаши мультиварки, потом берем лук, нарезаем, перчим, солим по вкусу, добавляем какой-либо приправы. Потом, значит, открываем мультиварку, загружаем чашу и ставим программу жарка. Крышку мультиварки при этом держим мы открытой. Прожаривать мясо нужно приблизительно около 15 минут, ну, чтобы оно подрумянилось. Посему, как только мы это заметим, нужно переводить мультиварку в другой, следующий режим. Сейчас я сделаю именно жарку и покажу вам, что делать дальше. Итак, мы жарим на программе жарко, при этом помешиваем мясо, чтобы оно не пригорало. Как вы видите, мясо дало свой сок, плюс сок дает еще и лук. Пахнет все очень чудесно и хочется уже кушать, но еще рановато немного. Данный рецепт подойдет людям, у которых по каким-то причинам, либо нету газа, либо отключили, либо вообще вы находитесь где-то на даче и захотели вкусно приготовить себе или обрадовать свою семью. Соответственно, этот рецепт очень вам понравится. И быстро, в течение получаса, мясо будет очень вкусное и готово. Для этого нужна всего лишь электричество, мультиварка, ну и мясо, соответственно. Итак, мы мясо поджарили. Сейчас выключаем программу жарко. Отмену нажал. Заливаем теперь в мясо вино. Ну, это я так решил, именно вино. Вы можете заливать туда, например, просто воду. Для того, чтобы поставить следующий этап тушения, воды немного, стакан воды хватит. Либо же можно воду смешать с кетчупом и сделать как будто в томатной пасте, очень вкусно и классно. Либо же можно даже туда добавить просто на терку сами помидоры и немножко разбавить водичкой получившуюся смесь и тоже добавить туда. Будет еще вкуснее. Но мы решили дать аромат мясу немножко другой, добавить туда просто красного вина. Запах будет чудесный и мясо будет нежное и вкусное. Потому как мы готовим его с ананасами, если вы помните. Заливаем вино. И теперь программа. Мы ставим вот это тушение. Тушение 2 часа, но нам не 2 часа надо, но хотя бы минут 15-20. Поставили тушение и закрыли. Все, теперь ждем, когда на табло пройдет минут 15-20 и добавив перед этим ананасы, перед самым почти концом, мясо будет готово. Через 15 минут продолжу съемку. Итак, мясо у нас потушилось. Почти. Опа! Вот такое оно. Вот мы нарезали еще ананасы. Вот. Засыпаем их теперь туда, чтобы это было в ананасовом соке. Перемешиваем. Несколько минут. И, в принципе, мясо готово. Можно будет кушать. Сок выделился из мяса, из ананасов, и будет очень-очень вкусно. Так что пробуйте приготовить. И потом оставляйте ваши комментарии и отзывы, понравилось вам или нет. И ждите следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...